Моноконцерт Павла Карманова «Просвет» пройдет в Доме музыки в эту субботу. Слушателям представят программу «Самый светлый и духоподъемный музыки». О ней пойдет разговор с композитором. Сегодня Павел Карманов, гость нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Писать светлую духоподъемную музыку сложнее, чем диссонансный авангард? Ну, я думаю, что это сравнимые какие-то вещи, но, тем не менее, это тоже сложно. Мы относимся к течению такой, так называемой, новой простоты. И вот это ложное ощущение может возникнуть, что, дескать, простая, значит, совсем это легко делается. Нет, мы к этой простоте пришли через сложные какие-то периоды в своей деятельности. Это сродни, я уже много раз говорил, такому музыкальному монашеству, когда действительно ты себе не разрешаешь диссонансы или там какие-то еще средства выразительности, и стараешься какими-то более простыми вещами достучаться до слушательских сердец. Критики говорят, что вы доказываете, что современная музыка может быть гармоничной. Вообще, почему эти понятия противопоставляют? Потому что музыка современная в какой-то момент ушла от слушателя, от человека, от, в общем-то, простого. Где-то это превратилось в такую музыкальную науку. Но вот я лично, так сказать, в меньшей степени озабочен мнением музыкальных ученых, музыковедов. Мне интересно мнение простой публики. Вы обращаетесь и к бароку, и к фольклору, и к электронике. Вообще, современная музыка – это синтетическая музыка? Да, конечно, мы на сегодняшний момент впитываем все, что есть, все, что было, включая рок-музыку, включая электронику. Я очень люблю в своей музыке задействовать какие-то шумовые эффекты, какие-то фонограммы природы, пение птиц, например. Вместе с обязательным на концертах теперь видеорядом, каким-то видеооформлением, цветовым решением – это все делает, значит, на сегодняшний момент из наших концертов такое шоу, которое, как мы знаем, должно продолжаться. А вы ощущаете себя композитором современным или вне времени? Я, вы знаете, никогда не задумывался об этом, но а какой же я еще композитор, если я не занимаюсь сочинением музыки в наши дни? Да, я современный, конечно, но я опираюсь на знания о том, какая музыка была, и я люблю цитировать, люблю какие-то аллюзии к музыке мастеров прошлого. И, в общем, это, наверное, свойственно, в принципе, для нашей компании минималистов, апологетов новой простоты. Вы пишете музыку только на заказ, а когда нужно сочинить для конкретного исполнителя, чем вы руководствуетесь в процессе создания? Создание музыки происходит неизвестным даже мне образом, она откуда-то приходит или не приходит, часто ее приходится долго дожидаться, ну и совершать такие попытки, как штангист подходит к штанге, подходить каждый день по многу раз к сочинению музыки. Также я прочла, что у вас цветной слух. В какие-то она для вас окрашена программа про свет? Ну вот прекрасное изображение, которое у нас находится на афише, оно такого золотисто-солнечного цвета, наверное, это правильное направление. Мы должны думать о том, что нужно каким-то образом обогреваться в наше такое непростое время. Павел Викторович, спасибо большое за беседу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok